всем привет начиная свой гайд по титанам будет 5 титанов записала видео записал бои там ну в районе от двух до четырех ударов на каждом титане менял расходку менял героев так что будет интересно не о чем будет спорить в том плане что этот гир лучше это этот хуже брать ту расходку или эту расходку в тапках будет видно эти эти титаны скажем так этот гайд по титанам будет сравнительно новый в том плане что я часто буду играть пни и бертульфов так как пение это универсальный бронерез простого среза и также режет атаку и дает тормоз замедление набора маны титану что откладывает в ульту и посмотрим какие можно менять героев я дам рекомендации свои потому что где-то у кого-то не будет героев где-то используется 5 звездочные герои где-то 4 звездочные герои посмотрим на этом давайте начнем с первого желтого титана здесь у меня я написал какую расходку беру и в принципе у меня дорогая расходка идет на красном титане и на синим титане остальные титаны я использую среднюю и маленькую ману и все и в таком формате у меня расход топ топ расходки стоп времени и торнадо минимальный всего два титана и при при этом топ расходе я смогу могу из трех тапков набивать свою минималку 150 тысяч урона даже и по 200 даже и 300 бывало с трех тапков вылетает это зависимости от камня и поля и также это остальные ресурсы уходят на мифического титана на событие на еще куда-нибудь поговорим также как нам выгоднее добывать маленькую ману на среднем она стать и у меня никогда не никогда не было проблем с ней всегда хватало ресурсов на ее изготовление от маленькая мана до седать где вы всегда дефиците ну давайте начнем желтого я включу вам видео посмотрим как я там как 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 я бил свои три тапочка где не такая вот у меня команда в принципе до бертольфа у меня сюда играл царь я брал царя и и берут три вла три виллу пня буду говорить беру бертольфа и пня какую я особенность выявил свои игрой с пнем он режет сильно атаку титану но этого бывает недостаточно чтобы если камушка мало мало летит камней в слабое место или же у вас нету хиллера дамага разгонщика камней в команде то бывает и не успевать ты ты не доживаешь до конца до конца времени поэтому вот у желтых есть экстремальная команда это типа рей джун байонг почему но вот эта команда более-менее доживает потому что байонг дает на 2 на 2 хода слепоту по моему на 2 до на 2 хода слепоту дает с промахом 75 процентов и это бывает тащит еще я использую на нем стрелы тут и беру противоядие понятно против этого против яда и стрелы чтобы чаще у титан промахивался раньше до этого вместо пня я брал уилбера брал противоядие брал большой противоядие потому что она давала 250 отхила вроде бы если не ошибаюсь брал стрелы большое противоядие чтобы был какой-то отхилл и брал уилбера и ну и тут тоже самый биртуольф уилбер прожимая их обои кидая камушки байонгом или джином бывает даю слепоту тем самым доживал до конца боя но не всегда здесь я давно не бил титанов давно не прилетала фиолетовый титан давайте посмотрим тут у меня будет три сборки биртуольф я качал полностью в дэв качал всем киев дэв и у него 627 брони по двадцать этим отрядом у него где-то 700 740 730 в общем у него брони становится как просто далу как у стандартной пятерки и того у нас выходит 700 брони и 1173 хп ну как будто у пятерки в пятерку побили уже уровень брони на уровне пятерки а хп меньше тут у меня поле полностью фиолетовое вообще не зашло где-то конечно я не я не идеально бью титанов где-то я запариваюсь забываю прожать расходку или забывая посмотреть на тот дебаф который висит на титане где-то иногда он убивает и биртульфа потому что всякое бывает в общем за всем не уследишь здесь я кручу поляна отвратительно вот мне уже байонга почти затыкали хилиться нечем видите он ультанул а байонг выжил потому что среда большой ну и когда поляна нету стараясь искать комбинации чтобы поле наибольше прокручивалась и камни рандомно попадали слабое место надо 3 камня слабое место чтобы тормозить титана чем биртульф лучше царя до тем что царь не дает промахи из ульты вот это меня бесило самое большое разочарование это не то что он промахивается давайте со парнем то что царь промахивается а то что надо ждать когда закончится действие ульты чтобы ультануть своими героями чтобы ульта не промахнулась это самое бесячее было а так принципе что без биртульфом что старем урон принципе плюс-минус одинаковый я не скажу что я с биртульфом там рекорды view рекорды view конечно там где много бронерезов я использую это это дальше будет да там и полезней а вот простых связка типа желтая команда что старем что с биртульфом примерно одинаково вылетает тут я вспоминаю что какую-то я шляпу это неправильно команда не хватает хила и беру я тут стяг место стрел берусь от пола полностью делаю дэв дэв атаку мы используем я использую одно среднем а ну или две маленьких это получается у нас 60 дает среднее и по 20 дает маленькой того сто процентов если есть поле есть есть камни сразу заряжаю пеня биртульфа и кручу свои камушки нужного цвета прокидываю если же у меня есть если же поле нету а есть прокидка слабая то я сначала прокидываю слабая ищу камушки сразу ману не пью не заряжаю бывает еще так что я на старте например 333 ну и есть одна есть река мне да я его прокину но тоже бывает не сразу пью ману то есть я смотрю по ситуации нужно ли мне сейчас пить ману стоит этого либо можно прокинуть немного пожадничать немножко мана подсобрать чтобы меньше самой самих бутылочек использовать здесь я дендра не жадничаю прожимая при вольте он нам стать еще разгон дает по мани а стать им урон не посмотрели на том тапочки которые был без этого может быть и заметили я сейчас промотаю посмотрим какой там урон был в первом тапке тут у нас 56000 вышла а тут у нас вышло 40000 ну при том поле дерьмовом что который было у нас 40000 считается нормально здесь у нас 50 вышло то есть просто на том дерьмовом поле где я крутил я просто вот такой вот команда и простецкой набил 40000 в принципе ну конечно же надо иметь руки прямые надо уметь видеть поляну двигать ее начался третий бой на третьем бой я беру стяг на атаку то есть был на деф но я понял что хватает хила хватает дефа я беру на стяг смотрю сколько будет со стягом урон эксперимент у меня тут меня биртульф один раз уже попали по шапке ему тебя бывает любит бить в одного и того же все как было две тысячи тут я пожадничал не отхилил его и ему хватило этого пока у нас от биртульфа баф есть мы пытаемся прикинуть больше желтых самого титана ну как вы видите улит титан довольно долго ультует то есть ультует то промахивается место дендра можно барашку брать свободно можно одолел убрать можно вибу убрать принципе тут тут можно брать медленных потому что мы все равно в начале начале боя заряжаем например пня и биртульфа маной а потом уже кидаем камушки и при титане не мы очень очень быстро крутим поле и нам наши медленно заряжаются нормально если что можем и до зарядить мана и отхилиться смотрим 3 этапах 47 принципе да мы набили 47 тысяч урона при условию при в том условии что биртульфа сразу вынесли ему успели прикинуть так бы со стягом на атаку но тысяч тысяч на 20 на 30 нас со стягом на атаку улетает больше чем со стягом на дэв это я замечал там мы набрали ну короче плюс минус уже не помню смотрим итоговый урон с трех тапков 144 тысячи так давайте дальше смотреть давайте давайте фиолетово возьмем на фиолетовом и те же здесь самые стяги может можно брать место можно место стяга на дэв или на так убрать так дракона его минус у него атака действие длится 3 хода у него меньше процентов если у нас настя и на 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 стяге простом сейчас я гляну а по-моему нас 50 до 50 же а кого 50 25 процентов это дает 30 действие простого стяг 4 хода а это 3 хода но мне простые стяги больше нравится тем самым они делаются дешевле на стяг дракона нужно нужны корешки которые на ману уходит среднюю на торнадо уходит по моему они и действие 4 хода все таки больше чем 1 хода бывает так что если берусь окна всяк дракона то они да я его не прожимаю смотрю по полю если вдруг поле более-менее начинает вырисовывается я уже прожимаю чтобы урона было больше тоже берем противоядие против слепоты и среднюю маленькую ману беру давайте фиолетового посмотрим где нас фиолетовый вот фиолетовый у нас так что она что ну те же самые берем дня бертульфа пня кстати пня я тут играю с критами чтобы больше было больше было жизни потому что остальные отряды на ману ходит у меня под ударников и видите смотрите вот что в тапке желтому меня нету стихийного обреза у меня есть просто пень пень сколько у нас режет давайте глянем сколько пень режет у нас так куда на титана пень режет у нас 56 защиты простой простой средств 56 процентов галерея этого вполне хватает для для бюджетного варианта тот же самый бюджетный вариант у меня используется и против желтого титана фиолетовой командой здесь я беру два ударника рейна бакана рейна потому что это новая пятерка у них всегда высокий показатель атаки кстати если кто-то будет ну мало ли то он будет спорить но показатель атаки это вот циферка 1 951 это вот чем она выше кстати надо поговорить про отряды и кто-то мне тут в чатике спрашивал типа нафига брать атакеров вот вы смотрите как как летят камни мы собираем троечку и вылетает 3 1 3 рандомных камни 3 рандомных желтых камни значит у нас а у нас четыре желтых героев команде и у каждого свой отряд у этого у первого 20 процентов атаки у 2 22 2 16 2 3 24 процента таки соответственно вылетает камушек и камушек будет чей-то из этого из этих героев и своим процентам атаки соответственно у нас вылетает например камушек из-под джуна берется его атака 951 умножается на 22 процента и это и и вылетает его базовая базовый урон вылетает у нас например у нас может вылететь 3 джуна вылететь один джун вылетит два биртульфа там один дендер вылетит все по-разному это все рандомно и поэтому мы всегда есть у нас где то есть просадка по урону по так вот например дендер 733 остальные у нас 951 и 876 то надо максимально всегда максимальные отряды ставить под удар никами чтобы если камушек вылетал вот ударников у рейджуна то понятно что там например базовый урон плюс умножается на умножается там это от количества камней она там как-то складируется и лет сейчас точно не буду говорить об этом но урон зависит именно от отряда которую вы поставили и так же это параметры атаки так все это понятно это принципе у меня была красная команда там с плохим там был клык сокол у которых атака там по 500 было и я брал и лену я писал видео видел что один камушек вылетает например 600 600 урона другой вылетает 300 и это понятно было что один камушек летел от элена другой летела цокола у которого еле-еле атаки был дикий рандом самый лучший показатель камня это когда у вас вся команда атаки у всех урон усредненный примерно примерно на одном том же уровне те же самые показатели атаки примерно те же самые раскаченные отряды тогда будет у вас средняя цифра не такая страшно что где-то вылетит и вылетит 600 где-то вылетит 300 это средний урон повысится если мы на автомобиле едем с большой средней скоростью то мы быстрее времени потратим до конечного пункта то же самое здесь чем выше у нас у чем усреднение средний урон у нас с камня тем нам нам на большом расстоянии на например в трех тапках у нас будет больше урона так пойдем дальше смотрим теперь абакан 1100 с руки реально там тоже дикий плюс яд 370 по моему с 0 как разгон камней разгон маны плюс hill ну и все по стандарту 200 взялсяк на атаки но мне тут много было я решил не жадничать тем более у нас это титан слабо идет почему-то в альянсе сразу активировал биртульфа пня ну где-то бывает я не сразу ключу поле смотрю где бы оптимальный то есть такой панацеей прокрути прокручивание поле не страдаю иногда кс 0 прожимаю жду зарядку другого героя иногда если вижу что надо крутить поле прожаловала даже если мои герои зарядили все равно кидая камушки потому что свечи в ходу успею их их активировать но биртульфа по моему не такой по времени небольшой баф по моему тоже четыре хода самый кайф это пень 6 ходов зарядил и можно вообще не париться когда там титан средств снимется его ты всегда успеваешь меня зарядить за это время так тут у меня он рейна просел видите вы когда х камня много летит а плюс еще биртульфа в том что любые камушки любые три камушка с рандомной поляны могут засопить титана конечно же забыл сказать если у вас есть микки конечно берите микки чем биртульфа 42 42 урона и на 40 42 тысячи нанес ага тут вот давайте тут смотреть следующий а вот видите у меня так 173 тысячи урона это я набил с 3 тапков то есть у меня там тапки были такие дикие просто вот вот первый я записал первый ролик 43 тысяч урона это у меня слабенько вылетела а вот у меня три поляны было я 173 тысяч набил с 3 тапков получается вы на этом титане 5 тапков ударил берем микки миссы биртульфа еще какой плюс что биртульфу дает сто процентов урона от камня и также до 160 можно разгонять то есть можно свободно брать стяги на дракона стяги на атаку и у нас урон будет повышаться складываются они ну и на титане надо уметь видеть поляну я примерно поляна начал видеть спустя год год игры потому что мне у меня постоянно я еле-еле то 25 набивал то 30 тысяч и мне это не устраивало я стал заниматься как крутить поляны на войне стал применять потихоньку на титана стал нарабатывать и проблем стенами вообще не менее постоянно команды подбирал остановил сейчас вот на этом пень биртульф пень биртульф либо пень микки у нас еще есть тарлак ну кстати можете брать тарлака он еще и будет от хила докидывать то у меня тот мистер вайт спросил типа кто лучший мир биртульф или или тарлак это что какая в чем разница разница просто в цвете понятно что биртульфа лучше брать желтой командой во всем остальном можно брать тарлака так сколько мы здесь набили 79 набили просто мы крутили крутили я как бы тут и особо не парился и камушка есть летит камушка нет не летит 79 без тяга без тяга дракона если стяг на деф у нас идет то у нас 79 то было бы у нас урона 55 было где-то так вот ну 20 300000 стяг на атаку накидывает так все по нему все идем дальше 3 красный красные красная команда есть у нас мы всегда идем против зеленого зеленого титана который нам режет атаку всегда берем стяг на атаку большая или средняя банка исцеления так как у нас в команде нету хила торнадо и маленькая мана пойдемте смотреть зеленый титан получается это у нас вот этот вот тут у меня и место пня идет выбер потому что он красный я беру машку так мне будут отряды да тут будут отряды давайте смотрим у меня тут прокачаны три отряда я получается был беру 11 хватает соколу хватает у нас 17 я беру колена так как у него высокий показатель с руки и машку ему ставлю 20 отряд чтобы он быстрее заряжался и машку марьяну беру разлимиченную тоже высокая показатель атаки плюс ему 100 плюс ей ставлю отряд на нельзя потому что они тоже высокие показатели таки давайте глянем эту эту сборку у нас на титане как она выглядит чтобы было вам более понятно сокол и выбор выбор понятно показатели плохой 600 коля ну 824 и еще я бы можно брать и лену 824 у елены где на 809 ну она без м от проигрывает поэтому берем колена у колена атака большая поэтому ему и отряд большой бумажки разлимиченную 832 как у колена и у сокола 648 разлимиченную так у него 500 чем-то все такая команда у меня поехали так едем или не едем едем по похилу я беру то получается какие баночки у нас то у нас большие баночки по моему или там сами смотрите я не помню как называются они это средние баночки их называю есть нет есть маленькие средние большие и супер большие то получается это большие заряжаю разделение биртульфа зарядил и бьют бьют титана пока хпшка не просядет у меня торнадо а ну и тут начали я крутанул поле мне камушков хватило я дозарядился на я уже наговорился в общем я тут бьют титана смотрю на хп прожимаю как заряжается принципе и где-то я тайминг не считать это я смотрю тайминг поражать и ульты так все нам тут срезали атаку мы ее забираем назад подхиливаем колена у него мало так мало здоровья также биртульфа всегда после ульты беру бирту биртуль страдает сильно поэтому я после ульты пытаюсь сразу подхилить чтобы он не отлетел так поле у нас тут не шибко то нормальная в принципе леонид мне говорил что мол я часто использую торнадо ну если я торнадо беру на двух титанов я принципе могу себе позволить и крутить как хочу бывать и сразу два торнадо 47 урона поляна была так себе я просто 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 я где-то крутил где-то еще что-то делал тут у нас красный кристалл есть но у меня нету маны чтобы зарядить есть торнадо не хотел это снимает не тут я маленькой маны 7 до кину чтобы урона больше было все у меня кристалла сам собрался все поле поехала бью сначала машкой потом коленом потому что у колена горение огнем больше и горит он дольше по моему урон больше огнем я сначала бью машкой потом коленом так лучики просели по здоровью сразу дал им буст и дальше будем доживать ведь и тут я не прожимая поле оговенные камня красного нету поэтому сильно не сильно не проживаем прожимаем по необходимости видите нормально как бертольф отлетает тут я кручу поле потому что 23 секунды а у меня уже не дохленькие те скоро откиснут поэтому сейчас я ищу камушки в слабое место чтобы дожить нам до конца заодно красненькие вылетают ну так вот мы схем без села с банками слабое место дожили до куда окончания времени 60 тысяч хотя поле начали хорошо вылетела тут у меня тоже стартовая я прокидываю для зарядки чтобы было жадничаю ману не кручу и еще прокидываю это получается все красе красный скинул и все кончилось решая крутой поле чтобы по вылезла у нас вы как раз не появились активирую всех и начиная как на миф тити нами в титане крутить поле какие рекомендации тут по замене кстати да вот в красном тапке ну машка есть у всех если есть кто-то круче машки гивьон берите ее кто там еще круче мамашки по урону есть да много кого наверное берите не машку берите кто самым больше показатель таки берите колена и машку меняйте ставьте у кого показатель атаки самый высокий сокол событий герой можно выловить вас академии принципе не такая большая проблема вы убирь атлантида давно даже я сокол этого уилбера поймал спустя три года по моему это он не выпал у вас он по-любому должен быть бертульфа вы все крутили на ивенте должны были тоже хотя бы один упасть хотя там процент был маленький смотрим по урону 38 ведь тут вообще не зашло и того я пробил три тапка и набрал 146 как бы видите все равно у меня давайте тут еще один я записал где-то камень за 50 за 60 уходит тысяч но один тапок где-то тапки 48 38 поменьше ну 20 конечно такого нету у вас это если ты вообще ошибся с камнем или с полем или не прожал во время ульту туда конечно тебе могут ты можешь и 20 выбить это совершенно ну да здесь расходка топовая а в остальных все зависит от от подбора команд можете тут использовать также тарлака или микки меса бертульфа под царем тусать и сложно играть потому что у них разные тайминги с уилбером у царя на один ход больше ульта и поэтому иногда я прожимал просто у уилбера с промахами и молился на то чтобы повесить повесилась разделение на самом титании выбивала я максимумы на этом титании принципе красная команда фиолетовая команда выбивает максимум урона и соточку можно выбить 130 120 красная синие вот зеленым можно команды выбить на там я тоже играю по лайту сильно расходку не трачу на каждом титане можно много выбивать но это много расходки будет уходить 49 тут тут я не покажу такие большие все мы разобрали идем дальше так следующий у нас синяя команда тоже противоядие потому что там у нас красный титан будет нас огнем травить стоп время потому что и у меня там нет никакого разделения никакого спасения пня нету поэтому я там беру со время дорогую расходку торнадо также торнадо я беру когда мне играет два бронереза средние мана еще можно напоить одного бронереза и биртульфа а вот на 3 бронереза стихийного это или были просто уже уже затратно поэтому если 33 героя которые заряжать сразу беру торнадо смотрим синюю команду поехали синие команду вот она у меня ну тут у меня играет франк это бронерез 44 процента среза йод который с бездным правильно если не ошибаюсь грим разлимиченный дает 50 процентов бафа атаки и у показатель таки него тоже запредельно высокий как и у скарлетт кстати кстати на красной команде я иногда вместо вместо колена скарлетт брал без костюма у нее есть срез атаки что дает выживаемость принципе у кого сломанная скарлетт там у нее 1000 и на эмках у нее 1000 урона с руки что вообще очень очень круто так что вместо колена можно скарлетт брать она даст нам выживаю даст выживаемость средств атаки титану и неплохой урон с камня будет четверка четверка бесплатно халява не надо пятерки пятерки ловить то же самое с гримом у него он хоть у меня и в дефка вкачанный чтобы выживать на турнирах я на войну иногда его использую но у него хороший баф 50 процентов урон с руки тоже хороший и тут у нас вылада выладает 10 процентов критов криты принципе на титане это тоже топчик как и разгон камня от йота вместо вела можно брать магний например но берем героя самого самой высокой по самым высоким показателем атаки франк у нас герой событийные на вампирах если кто-то не крутил какая рекомендация по франку у нас есть это у нас простой срез синий да но брать троечного бронереза стихийного показатель атаки маленький но можно вам надо проект поэкспериментировать давайте посмотрим синюю команду вообще так идем фильтр ставим так вот поставим синий и применим да нет слишком много ну понятно у нас в тройке есть там стихийный бронерез король артур событий не не пойдет афина до афина берите у нее вообще она это топчик это гм статьи у кого-то видел у нас берите место франка афину еще больше и среза будет простого далее а можно из армии за кстати да берите из армии у нее тоже самое 44 процента среза рум пили нас не режет по моему да у нас рум пили реже также можно его брать фриду понятно однозначно берите фриду вообще тут у нас еще и микки есть для тех кто имеет фриду и микки мы выкидываем франка бертульфа вместо бертульфа ставим микки вместо франка ставим фриду и вообще забываем про простой срез если вы его нету то ставьте простой срез из армии например ту же самую но вела лучше простого среза потому что криты имбовий и вам урона с руки хватит у фриды и хороший урок с руки у микки ну тоже по моему нормальную раз руки ставите одного цветного бронереза который там 54 процента режет ставите микки велу если вела нету ставите из армию ставите грима в костюме и и это обязательно ну и все крутили целый год шла у нас без на все должны были поймать йота хотя бы до одного да в принципе мы разобрались финли можно брать он у нас 34 но срез маленький реклама пошла кто у нас еще тут режет в принципе понятно больше а магни да можно взять можно взять магни кстати вместо этого вместо франка ну я у меня из армии нету даже если было я ее крутил дальше потому что метод герой не нужен у франка принципе давайте найдем его тут так 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 бобо можно брать он вообще режет у нас атаку режет и и минус 60 защиты вообще какой-то дикий неимический герой место кстати йота можно брать александрину тот же самый эффект но туда ночь посчитал что у йота эффект сильнее чем чем криты разгон камня сильнее чем криты так что у нас еще можно взять то еще режет у нас крампа крампа крамп разгоняет атаку ну хз может тут крамп стать вместо грима крампа возьмите но видите да можно вместо крампа вместо грима взять крампа например у синих вообще очень много очень большой выбор так вот йота нет и у йота показатель атаки вообще запредельный 720 у четверки если и я йота кстати качал в атаку принципе у меня франками раньше грамма не он у меня вкачаны в деф лень перекачивать тратить мясо а так у него показатель атаки тоже хороший у него там 800 чем-то по демками будет давайте глянем йота глянем вот грима глянем 816 это в дефон раскачаны сломанный 831 у меня все по атаке он идет выживаемостью никакая у него потому что я использую торнадо со 100 временем и франк вкачаны у меня в деф но те же самые 800 показатели атаки у него если вы если качать его по урону ну давайте будем смотреть понятно что тут можно команду варьировать так дело синий а вот вот синий команда поехали тут тоже дорогая расходка стоп время и торнадо без хила беру я большую противоядие она дает побольше нам хила тема чем простая сразу кручу ничего нету сразу кручу второй раз ну и соответственно и всегда выставляйте своих героев в правильном порядке в нужном порядке не надо их тусовать одного героя я поставлю справа другого в следующий раз я поставлю его слева научите себя дисциплине и всегда расставляете героев на том месте я не всегда и стоят чтобы ваша моторика пальцы запоминала в какой последовательности и куда нажимать то облегчает не будет запара это как как музыканты знаю какой корс играть ставит такую клавишу назвать нажать они уже головой не думают за них уже работает мышечная память также здесь ну здесь когда был царь я следил за таймингами царя нет я потихоньку на это забиваю стоп есть можно и прокидывать и крутить если не стал уже никакую ману пить тут я не успел можно было бы еще урона 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 на нанести 34 тысячи урона нанес кстати очень плохой показатель это это показатель нормальный если мы по 30 урона нанесем пятью тапками мы как раз выйдем на минималку 150 если каждый ударит по 150 урона каждый член альянса каждый игрок а у нас их 30 человек то титан сам по себе умрет если же вы бьете с трех тапков 150 плюс то вообще проблем нет и вы три тапка ударили набери свои свою минималку дальше у вас урон уже за 200 может идти и за 250 300 если вы если вам не жалко если вам интересно конечно же вам не должно быть жалко и расходки потому что вот тут я профукал в то время убили франка поле нету поле не очень веселое сто время позволяет пока нам искать камень сильно не тратится но и тут я тоже видите такие тапочки лайтовыми не сильно домашние так какой у нас урон был этот от ли меня 71 71 тысячи я говорил что поле не было я набил 71 тысячу ну просто грамотно собранная команда даже при отсутствии поле и когда все про бафаны и отвелы от от грима то вам и пару камушков пару троек хватит чтобы набить взять 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 хороший урон синие у синие принципе большое количество героев разнообразие большое но такая бюджетная команда тут у меня играет почти одни четверки как-то мне сказали что мы одними четверками с такой урон ну правильно правильно собрал вэлла конечно с критами тут хорошо хорошо дает ну и плюс срез атаки тот же самый нет да нет от ульты он бы пробивал больше в принципе если вы будете играть с хилом вместо кого вместо йота александрину брать то можно ну вам взяли противоядие все равно все равно брать надо будет и среза не будет до срез маленький у вэлла все-таки у меня больше нет все равно используйте супремя здесь девяносто одна тысяча а тут и не мог отжать смотрим сколько набил сто девяносто семь тысяч с трех тапков и вот этот скрин я кстати ну я думал вы видите этот скрин вот мы скажем так сто тридцать одна тысяча урона я этой команды сделал давайте на у нас кто остался еще у нас остались зеленые на зеленых я также беру стяг дракона или на деф потому что там нам режут броню а потом я беру стрелы потому что мы уже от ульты за ульты титана за защитились потом я беру среднюю и маленькую ману давайте посмотрим как это все выглядит у меня вот зеленая команда здесь я тоже экспериментировал я забыл что надо что что я тут забыл что я пня забыл здесь бывает некоторые титаны прилетают редко и ты забываешь какую команду берешь давайте посмотрим что здесь вышло здесь я беру элардира самая высокая така у него 902 по моему надо в сансации это у этого гэма выходили гэмы подряд дивана элардир у них был высокий показатель атаки тогда по-моему шла бездна выходили герои с сильными показателями и заодно гэмов таких же делали так что ты тут надо было мне среднюю ману я все маленькой на все маленькой напился ну тут и мне вынесли его потому что среза никакого не было у меня я потом это понял когда мне по шапке надавали но я успел дать срез стихийный срез и сейчас не надо попытаться выбить урон пока и висит срез белка понятно для разгона у нас сейчас посмотрим кем можно будет белку заменить белку вынесли по тысячу раздает титан больно пробивает среза никакого нету тут у меня получается нам еще 30 секунд и тут я уже больше играю на выживаемость стрелы прикидываю для слепоты вешаю стяг ищу камушки пытаясь нанести максимальный урон либо же слабое бить либо же побольше взорвать зеленых камней все я почти дожил до конца 36000 просто вот на каком-то на какой-то свои ошибки я сделал 36000 смог выбить не 5 не 6 не 9000 36 то есть минималка 30000 всегда берется даже если ты ошибся командой тут я дошло до меня чтоб не а нету беру пня и выстраиваю свою тройку посмотрим как 3 плюс 1 плюс 1 будут себя вести дал стрелы дал слепоту не дал фога кстати потому что берегу ману пока так вот кручу взрываю поле по принципе виде сам до зарядился до заряжаем бритульфа чтобы по таймингу был одинаково это удобно мне ну когда заканчивается ли то ульта у всех одинаково то ты видишь ее сразу а когда ульта закончился 1 2 3 тяжело просчитывать а так ты знаешь что примерно ульта заканчивается в один ход у всех тут у меня поле конечно завезло летела хорошо посмотрим сколько я выбью по моему тут я белка не сильно ультовал потому что когда поле летела камушки новые вылетали белка не сильно бафал вот тут я решаю про бафать камушки для урона все снова поле стало и уже с руки прокручиваю ну и все то покой 55000 урона ну для 3 плюс 1 плюс 1 это это нормально 50 50 ставка это вполне какие замены моему можно произвести эвелин да вместо фога эвелин тоже самый срез если нет фога и эвелин то тогда берем алмура алмура стати 611 атаки это очень мало значит мы берем алмура и берем сильных ударников с рукой типа йорой пушок надо она конечно же у всех есть а мы сейчас откроем карточки посмотрим какие у нас зеленые герои есть вместо бертульфа тут играем тарлака если он есть конечно это будет орлака бешеная так из руки дня понять тут ничем не заменить он просто топчик по расходке в принципе вместо стрел можете брать стяг на атаку но я играю стрелы потому что мне даже самого плохого тапка хватает урона для минимального показателя белка пятизвездный герой можно охарактеризовать ее редким героем но кто выловил да как бы это это имба для на титанов это имба да даже в на ване на имба когда камень разбавлены под срезом летит 38 первый тапочек да по моему 55 2 и 61 3 того смотрим сколько я до с 3 тапков набил 153 урона принципе я вот у меня с 3 тапка всегда получается брать минималки пойдемте посмотрим то у нас кого можно взять из зеленых мы мы возьмем 4 5 зелень и смотрим так силов мы можем заменить альбериха я нет это второстепенный хилл нам не поможет мамку нет показатель атаки очень маленький плюс миньоны будут хотя вот я играю этого урея он дает миньонов я не не замечаю чтобы сильно ходы тормозились дальше хилы хилы вот повелительница озера можно брать если на вас есть можно хим хима да да можно хима брать вот и показатель ниже но он будет давать вам разгон по урону и оверхилл по озеро хим даль из хилов дальше токсикандр это вообще редкий перс из хилов и тонн еще хил хиловый есть так милиндора берите простого простого милиндора у него уже смотрите у четверки семьсот четырнадцать атаки с руки это вообще бешеный если у вас еще сломанный на м ков на м ков на м ках это вообще топчик мирндор у всех должен быть брюндхильду нет потому что хилл по троим у нас только шрек тоже нет отпадает и силы закончились вот алмур у него 621 это 700 711 у него по моему на м ках давайте посмотрим кем фога заменить да ну алмур эвелин если этого всего нету то просто берем по типу моей желтой команды одного пня тарлака если есть не снег бир тульфа или микки и остальные три ударника берите берите три удали два ударника и хилл милиндора возьмите без костюма очень высокий показатель атаки и возьмите двух любых ударников принципе эта команда у меня на желтых работает вы видели там по 50000 стабильно вылетает и вам этого хватит какие можно замены делать можно вам играть возможно я смотрел тут фрик фрик берите если есть она будет и алмур фрик принципе и мелиндор нормально будет заходить либо белка можно франсин играть франсин играть нам только в костюме она будет давать 54 среза против природы сил враги льда как раз ледяного титан у нас будет это бронерез то у нас вот еще топчик элл радир у нас по урону топчик так но и вроде рекомендации закончились на этом кого еще брать дружка не дружка не берите потому что маленький урон с руки до лучше взять меня так как пень дает больше выживаемости от среза атаки дружка титан все равно будет выступить хорошенечко марселя можно взять у него срез атаки 34 процента 300 да но в принципе если вкачаны и разлимиченные на атаку можно его брать не хотя не берите у пня больше среза возьмите франса брать ну да вы возьмите франса и ну урон маленький но зато бау будет до большой на 50 процентов возьмите франсов берите тогда сейчас франса в франса нету я его не заигрывал поэтому я не могу сказать вам возьмите пня биртульфа алмура например франса и милиндора но эта фигня урона мало будет надо какого-нибудь мощного атакера в общем вам надо экспериментировать если что пишите мне в личку либо комментарий оставлять и мы посмотрим какие команды можно за можно собрать на на желтом на на зеленом точнее ну на этом все мы разобрали всех титанов посмотрели какие замены можно сделать какие-то на желтом можно барашку вместо дендра играть или в викона принципе должна быть у всех где-то посмотрели мы ну и принципе все на этом гайд окончен пишите свои комментарии также я показывал что использовал вот на желт на желтой команды я брал стяг на атаку истяк на дэв брал и брал без хила брал с хилом какой урок получается как они команды живут в принципе все зависит от ваших рук от вашего умения собирать команды подстраивать выставляйте ваши герои на те же места чтобы ваши пальчики запоминали куда нажимать и оставлять комментарии будет интересно почитать что вы думаете об этом